Всем здорова, народ! Буквально на ютуб канал Спартаковский стиль и сегодня у нас с вами будет SS2 выпуск новости Спартаковский стиль. Поехали! Перед началом ролика попрошу вас подписаться на этот ютуб канал, поставить лайк и обязательно написать, с какого момента вы смотрите наш ютуб канал и вообще подписаны ли вы на него. Что я хочу сказать в сегодняшнем выпуске. Так это то, что я записывал в 4 утра и это очень важный момент по московскому времени. А второе, это то, что сегодня у нас с вами будут интересные новости касательно непосредственно чемпионата мира Станислава Черчесова, который косвенно пересекается со Спартаком. Поэтому Спартаковский стиль, Спартаковские новости. Станислав Черчесов работал в футбольном клубе Спартак Москва. Больше скажу, он в нем даже играл. Играл в принципе довольно-таки продолжительное время. Работал в Спартаке он главным тренером. По-моему, у него было два захода, могу ошибаться. И один из этих заходов был серебряный. А в 2007 году он каким-то магическим образом, чудом просто не занял первое место и отпустил первое место Зениту в последнем туре, в 30-м, по-моему. Ну так вот, Станислав Черчесов сказал о том, что он попросил сливать своего испанского коллегу, по-моему, дезинформацию про российскую сборную. И в этом плане ему было проще. То есть было проще. Там такая интересная история про Черышева, что якобы типа там Каравахаль должен был охранять Черышева, что-то такое. И в итоге Черышев сидел рядом с ним, а Каравахаль по факту просто, ну типа, если так можно выразиться, воздух, короче, охранял. То есть гонял воздух. Свет плохой был. Интересно, что я хочу сказать. Новость прикольная, обсуждать, я не знаю как. С одной стороны, это гениальная тактика, это гениальная, знаете, такой устрашающий момент, что типа, на войне все средства хороши. Вот, тем более Черчесов, вы сами знаете, какой такой закалки сталинской, он даже не очень косвенно усами похож. Вот, ну и в принципе, замашки эти вот, например, вот эти вот, они присутствовали. Хотя к пустой голове не прикладывают, а Стасик прикладывал неплохо так. Вот, что хочу сказать. Интересная новость. С одной стороны, еще раз говорю, типа, прикольно, зная такие замашки Черчесова. С другой стороны, это нехорошо, это некрасиво. Тем более, это футбол, побеждая честно. Или ты боишься, или ты был не уверен, как это комментировать. В любом случае, абсолютно непонятно. Переходим к следующей новости. Следующая новость касательно непосредственно фильма про футбольный клуб «Спартак», который называется «Век Спартака». Уже совсем недавно появилась вторая серия на Кинопоиске. Абсолютно каждый может из вас посмотреть. Доступная на Кинопоиске, на Ютубе. Да, в принципе, в интернете, я думаю, наверняка сливали уже серии, у кого нет подписки. Что хочу сказать. Фильм интересный. Я его пока не смотрел. Но очень интересно, в любом случае, наконец-таки занялись этим всем вопросом. Это, получается, такой первый документальный сериал. А даже не фильм, а сериал. Документальный сериал, который будет, по-моему, из восьми серий состоять. Это очень интересно. «Век Спартака». Первая серия, по-моему, была про Романцева. Там будет про других, в принципе, ребят, участников. Всем рекомендую. Рекомендую с той точки зрения, потому что надо впитать культуру, дух Спартака. Которая непосредственно через Олега Ивановича передается. Также советую приобрести книгу про Романцева, которая так и называется. «Правда обо мне и о Спартаке». Олег Романцев. Тоже вот. Мы читаем эту книгу. На прошлом канале «Спартаковский стиль» я читал эту книгу. И, к сожалению, его заблокировали. Поэтому первую часть вы не видите, не увидите. Может быть, Колян сделает перезалив. Поэтому как-то так. На сегодня это все. Было две новости. Такие плюс-минус, которые со Спартаком связаны. Мы их, в принципе, и обсудили. Можно еще добавить, что на неделе Антон Зиньковский принимал участие в YouTube-проекте, называется «Коммент-шоу», куда он приходил гостем. Тоже можете посмотреть, что он там наговорил, что он там это. Также он там сказал про Абаскаль, что Абаскаль очень внимательно относится к каждому футболисту, что он общается со всеми, личная беседа, что он поддержит контакт. И все то, что выстирает прессы, это все из области фантастики. Абаскаль, на самом деле, очень предан своему делу. И он очень доверяет своим футболистам. Потому что они являются его проводителем, его идей, по факту. Поэтому вот так вот. Это, наверное, все то, что я хотел сказать. И это все то, что, в принципе, за эту неделю такое плюс-минус произошло. Сборная России 20 ноября сыграет. Это будет как раз-таки ровно через сутки после выкладки этого ролика. Возможно, это как-то связано со Спартаком, потому что игроки Спартака приглашены в сборную. В данном случае Соболев еще. Без нападающего сложный, как сказал Валерий Георгиевич Карпин. Без Соболева. Такие вот дела. С вами был дядя Никит, Никита Онегин. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк. Будьте с вами на днях. Всем счастливо. СС. Итак, это уже вторая часть выпуска СС-Новостей. Сегодня у меня будут новости. Это про Александра Соболева, который мог оказаться в Италии, но Спартак, видимо, отказался. И по поводу этого повода выступил бывший агент Ваноли, который сказал, что ничего об этом не знают. Я не знаю, так-то или нет, что Соболев оказался в Европе, в Италии. Но Спартаку ему, естественно, нужен. Потому что у Спартака нет вообще никаких форвардов. Хотя должны купить Санабрию. Хотя Санабрия при Абаскале, я думаю, мало. Таких шансов и будет. Но Санабрия такой топовый форвард в Италии с Суторина. И навряд ли у Спартаке будут. Так что будет какой-то другой вид на подачи. Это будет, скорее всего, топовый и зимой. Так что, как и так, я думаю, что Соболев не будет в Италии. Спартаку нужен будет. Хотя, может, какой-то у него конфликт с Абаскальми есть. Но так, думаю, что Солю будет в Спартаке. Второй разговор. Это уже Харри Кейн. Который не узнал о ремблему Спартака. Когда его спросили про футбольные кубы. Сейчас в челлендж ходит в ТикТоке, что знает ли футбольные кубы. Кейн угадал только Церену-Звезду. И близкую к Спартаку. Но Спартаку не угадал. Сказал пас. Типа не знает. Но это ничего не значит. Спартак по-прежнему остается одним из популярных кубов в России. Все-таки, я считаю, что это самый популярный куб России в своем время. Спартак. Даже популярный, чем Зенит. Но что Кейн не узнал о Спартаке, но это ничего страшного. И Спартак болеет по всей России. Это факт. Но в любой может ну не в любой но кто-то может не знать естественно Спартак каких-то людей. Так что это нормально. Тем более это Харикейн. Не узнал Спартак бывает такое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон»